Спасибо огромное всем участникам, что пришли к нам на лекцию. Я надеюсь, что вся информация, которая сегодня будет вам получена, она вам принесет много пользы. Со своей стороны постараюсь я поделиться максимально доступно и максимально емко, дать вам те знания, которые у меня накопились за относительно немаленький срок, за который я ремонтирую, диагностирую автомобили. Начну буквально пару слов немножечко с истории. Я смотрю, что достаточно много здесь в зале у нас людей есть, которые пользуются мотор-тестером. Но есть и те, которые не использовали это оборудование. Поэтому я постараюсь лекцию построить по такой схеме, чтобы было понятно и начинающим, и было понятно и тем, кто уже использует мотор-тестер в своей работе. Я достаточно много лет занимаюсь ремонтом, и в процессе ремонта автомобиля столкнулся с ситуацией, когда некоторые неисправности не могут быть продиагностированы, скажем так, классическим оборудованием. То есть, например, теми же компрессометрами, сканером, какими-то, скажем так, подручными средствами. И поскольку я к тому же времени имел опыт программирования, я работал программистом в определенный период времени, я задался целью для своего личного использования автоматизировать некоторые проверки. В частности, к тому времени я приобрел на сценограф, который, к счастью, имел возможность автоматически обрабатывать сигналы. И по мере того, как у меня появлялись какие-то вопросы и накапливался опыт, я постарался для себя ускорить и автоматизировать процесс анализа получаемых данных с автомобиля. Таким образом, стали появляться скрипты, которые могли обрабатывать сигналы, и процесс поиска неисправностей значительно ускорился и повысилось качество. По той причине, что я перестал пропускать какие-то неисправности, которые я раньше мог бы не заметить. То есть, поскольку программа, ей вообще не лень сделать дополнительный какой-то расчет и выдать мне результат. И со временем у меня уже накопилось достаточно много алгоритмов, которые выстроились в несколько скриптов, которые сегодня я хотел бы вам рассказать, показать. Поскольку эти скрипты я стал предлагать своим коллегам, друзьям и вообще через интернет на форуме, и люди стали их использовать. И оказалось, что эти методики не только мне помогают на моем сервисе, а стали достаточно удобные и для других пользователей. Так, значит, сегодня я буду в основном рассказывать про мотор-тестер. В действительности, мотор-тестер это есть цифровой осциллограф, который имеет дополнительные возможности, которые позволяют нам диагностировать двигатель на нашем автомобиле. Мы можем проводить измерения временных параметров, мы можем увидеть форму сигнала более детально, можем проверять высоковольтную систему и проверять механику двигателя. То есть, мы при помощи этого прибора можем обрабатывать сигналы. В основном, скрипты МОНИ позволяют диагностировать различные неисправности нашего двигателя. Двигатель, который установлен в нашем автомобиле, представляет собой тепловую машину, которая преобразует химическую энергию топлива в механическую работу. И эту механическую работу мы получаем в виде вращения коленчатого вала. Значит, мы знаем, что большинство современных приятелей у нас имеют датчик вращения коленбала. То есть, коленбал вращается, и датчик нам определяет в каждый момент времени позицию нашего коленбала. То есть, на зубчатом лице у нас есть облюбленное количество зубчиков, и каждый зубчик, проходя мимо датчика коленбала, создает определенный импульс. Блок управления анализирует эти импульсы, поскольку у нас на зубчатом лице, как правильно, есть пропущенные зубы. Как только блок управления видит, что импульсы идут уже, скажем, с другой частотой, то есть у нас идет один зуб, второй, третий, потом у нас два, например, пропущенных зуба, и приходит следующий. Блок управления определяет этот пропуск и знает, что у нас коленбал находится в определенной позиции. Начиная от этой позиции, он считает количество зубов и понимает, когда у нас поршень, какого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Аналогичный алгоритм использует и скрипт CSS. То есть мы, видя сигнал датчика коленбала, можем рассчитать, в какой момент времени, какой цилиндр находится в верхней мертвой точке. И скрипт начинает, значит скрипт может определить, после прохождения верхней мертвой точки какого-то цилиндра, после того, как был воздух, шаг в нашем цилиндре, если загорелось топливо, тогда давление в цилиндре толкает поршень, поршень давит на коленбал, и коленбал начинает ускоряться. И вот это ускорение у нас отображается в виде более быстрого прохождения зубов мимо датчика коленбала. Таким образом, скрипт может определить, какой цилиндр у нас срабатывает. Если у нас воспламенение в цилиндре не произошло, тогда коленбал начинает вращаться медленнее, зубчики начинают проходить с большим интервалом времени мимо нашего датчика, и скрипт рассчитывает, что данный цилиндр у нас сработал неэффективно. То есть на вот этом принципе был построен алгоритм CSS. То есть мы можем для каждого цилиндра определить, после прохождения верхней мертвой точки, этот цилиндр разогнал наш коленбал, или наш коленбал затормозил, значит наш цилиндр сработал неэффективно. То есть это общая идея скрипта CSS. Но после того, как я начал использовать этот скрипт для диагностики различных двигателей, оказалось, что в сигнале датчика коленбала достаточно много информации. И по сигналу всего лишь одного датчика, сделав всего лишь одно измерение, оказалось, что мы можем определить, не только сработал этот цилиндр или нет, то есть было там воспламенение и насколько это воспламенение эффективно, оказалось, что мы можем определить и компрессию во всех цилиндрах, мы можем определить неисправность системы зажигания, мы можем определить неисправность, скажем, отклонения потопливной смеси, другими словами, забитые форсунки по каждому цилиндру. То есть всего лишь, используя один датчик, мы можем определить, в каком цилиндре нет компрессии, где у нас не работает, к примеру, свеча, и где у нас забита форсунка. Сейчас я детально покажу, как эти все искорения происходят и какие возможности есть у нашего скрипта. То есть скрипт, после запуска скрипта, то есть у нас достаточно такой простой диалог, тут мы указываем основные параметры, и мы будем сейчас детально останавливаться на этих настройках. И скрипт, обработав, нам определяет автоматически, какая у нас формула зубчистого лица и какой изум. Вот пример, как выглядит результат работы скрипта CSS. То есть, значит, для выполнения скрипта CSS, давайте я, наверное, покажу сейчас небольшой видеоролик. В принципе, его можно и в YouTube посмотреть. Поскольку у нас есть часть участников, которые не знают, что такое форсунка, и тем более, что такое скрипт, я бы хотел найти CSS. Как происходит измерение? Нажимаем запись и плавно поднимаем обороты. То есть, приоткрываем тросинную заслонку, обороты поднялись, упали, и теперь нажали полностью газ, и после поднятия обороты выключили зажигание. А вот, может, даже нажимаем. То есть, еще раз обращаю внимание. Значит, измерение происходит таким образом. То есть, мы завели, работаем в режиме холостого хода. Чуть-чуть, плавно нажали на педаль газа, обороты поднялись, мы отпустили газ, обороты упали до холостого хода. Если у нас дроссель электронный, тогда немножечко сложнее выполнить такой скрипт. Дело в том, что приблизительно, по моим оценкам, где-то 70-80% автомобилей с электронным дросселем адекватно отрабатывают в такой ситуации. То есть, мы педаль газа удерживаем, дроссель остается открытым. Часть автомобилей после выключения зажигания, они закрывают дроссельную заслонку. На этот случай у нас есть специальное оборудование на сайте, так званный удаленный предохранитель. То есть, мы вместо предохранителя на порсунке или на катушку включаем наш обвинитель и имеем в руке кнопку. То есть, когда нам надо замушить, мы нажимаем полностью педаль газа, обороты поднялись и выключаем наш предохранитель. То есть, мы отключаем либо искру, либо топливо. Таким образом, двигатель останавливается с открытой грозильной заслонкой. То есть, как вариант, есть возможность какие-то провести дополнительные манипуляции под капотом. Например, выдернуть разъем из общей катушки зажигания. То есть, мы можем пережать резиновую трубку подачи топлива. То есть, не пластмассовую, а резиновую. Потому что пластмассовую можно повредить. Либо какую-то другую манипуляцию сделать, для того, чтобы наш двигатель заглох вплоть до выключения портунок. То есть, как удобно. То есть, в принципе, можно провести измерения, даже если их грозиль закрытый, но тогда не будет проведено измерение компрессии. Сейчас мы детальнее разберем, как происходит измерение компрессии. Запускаем. То есть, вот у нас получается вот такой файл, на котором есть у нас сигнал датчика коленвала и сигнал искры. Видите, да? Сигнал датчика коленвала и сигнал искры. И видно, что на датчике коленвала есть пропущенные зубья. Всем понятно эти расселограммы. После обработки нашего файла у нас определяется автоматически, сколько у нас зубчиков. Это еще старая версия здесь в видеофайле. Какое количество у нас зубцов 60,2 пропущены. На 15-м зубе у нас верхняя номерная точка первого цилиндра. И вот такие мы получаем рамки. Нажмите, может, паузу уже. Чуть-чуть назад и паузу. У нас отображаются графики, где мы видим серый график. Это график оборотов. Видите, он работал в режиме холостого хода. Дальше была плавно нажата педаль газа, обороты стали подниматься. После этого педаль газа мы отпустили, обороты упали до холостого хода. После вхождения в режим холостого хода резко набежали на педаль газа до конца. Обороты стали подниматься выше даже, чем график вышел за пределы экрана. И мы выключили зажигание, не отпуская педаль газа, у нас обороты упали, двигатель наш остановился. И для каждого цилиндра нарисован цветной график. То есть цветной график, чем он выше, тем цилиндр лучше работает. Чем график ниже, тем цилиндр работает хуже. Таким образом, мы видим, что у нас все цилиндры в режиме холостого хода, они дают какую-то определенную эффективность, поддерживают вращение нашего двигателя. Плавно нажав педаль газа, все цилиндры выдают большую эффективность, чем в режиме холостого хода. Обороты поднимаются. То есть цилиндры работают эффективно, но вот здесь один цилиндр чуть-чуть хуже сработал, мы видим это на графике. В этот момент мы отпустили педаль газа, и эффективность наших цилиндров упала ниже нуля. То есть ее уже недостаточно для того, чтобы поддерживать обороты двигателя. То есть эффективность упала, обороты у нас стали снижаться до вот этого момента, когда у нас была возобновлена подача топлива, и воспламенение в цилиндре стало опять достаточно для того, чтобы поддерживать режим холостого хода. В этот момент мы нажали полностью педаль газа, цилиндры стали набирать большое количество воздуха, соответственно большое количество топлива, эффективность значительно выросла, то есть все цилиндры сработали эффективно. И как только обороты у нас достигли определенного уровня, мы выключили зажигание, прекратилась подача топлива в цилиндры, прекратилась подача искры, воспламенение в цилиндре перестало происходить, и наш двигатель, вращаясь по инерции, начал останавливаться. Но тем не менее он продолжал набирать воздух, этот воздух сжимать, и этот воздух стал работать как своеобразная пружинка. То есть двигатель вращается, набирает воздух, его сжимает, но ни топлива, ни искры в этот момент уже нету, воспламенение не происходит. Но сжатый воздух работает как пружинка, и после верхней мёртвой точки подталкивает, то есть давит на наш поршень и подталкивает наш коленвал. И мы видим, что вот этот хвостик, он все равно достаточно высоко, то есть эффективность наших цилиндров все равно сопровнилась на определенном уровне. И вот как раз вот этот хвостик мы можем и использовать для того, чтобы проверить механику двигателя. Давайте досмотрим видеоролик до конца, и сейчас увидим несколько примеров. Это график опережения зажигания, более детально мы его чуть позже разберем, какие цвета, за что отвечает. Здесь график зубчатого венца, где пропущенные зубья, в новой версии она уже удобнее это все выглядит. То есть вот в конце здесь видно, что у нас компрессия во всех цилиндрах одинаковая. На этом участке мы видим, что у нас работает наша катушка зажигания и свечи, а здесь мы видим, что у нас хорошо работают порсунки. Сейчас детальнее я разберу, как какие неисправности отображаются на каких участках. Тут мы можем индивидуально просмотреть эффективность каждого цилиндра, таким образом более ярко выделить каждый цилиндр и оставшиеся цилиндры приглушить свет. Это сейчас у нас пример с других автомобилей. То есть здесь у нас Мазда двухметровая, аналогично проводится замер. Режим холостого кода, включаем запись осциллограммы. Плавно подняли обороты, сбросили, нажали полностью педаль газа. После поднятия, вот видите, порядка между трех с половиной-четырех тысяч, мы выключаем зажигание, двигатель остановился. Записанная осциллограмма обрабатывается аналогично осциллограмм. И в результате, вот здесь, если заметили, было 36 минус 1 формула зубчатого винца. Скрипт работает с любыми зубчатыми винцами, с любым количеством зубов от пропуска до верхней мертвой точки. Скрипт работает и с рядными, и с леобразными двигателями. Мы указываем ему только порядок работы цилиндров. То есть для четырех цилиндров, например, мы указываем 1, 3, 4, 2. Для шести цилиндров мы указываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. К примеру, если там другой порядок. Или иной, если у нас какой-то другой двигатель. Соответственно, если вы укажете неправильный порядок работы цилиндров, он неправильно вам распишет, какой цвет за какой цилиндр отвечает. Он все равно покажет, что один из цилиндров не работает. Но номер цилиндров он подпишет вам неправильно. То есть это ответственность диагноста, правильно ввести порядок работы цилиндров. Шести и восьмицилиндровые нормально обрабатывает скрипт. С 12-цилиндровыми я рекомендую работать отдельно с каждой головой. То есть отдельно одну голову, отдельно вторую голову. Поскольку в 12-цилиндровом двигателе в процессе вращения двигателя накладывается работа одних цилиндров на другие. У нас рабочий такт от верхней мертвой точки до открытия выпускного клапана порядка 140 градусов. А уже даже у 6-цилиндрового двигателя у нас порядка 120 градусов диапазон работы одного цилиндра между верхней мертвой точкой одного цилиндра и следующего. А у 12-цилиндрового там вообще идет накладывание работы один цилиндров на другие. И мы по вращению коленвала не можем точно отличить, к какому конкретно цилиндру относится неисправность. Поэтому я рекомендую у 12-цилиндровых работать отдельно с одной головой, а отдельно с другой головой. Как правило, есть возможность отключить либо катушку на всю голову, либо подачу топлива, либо даже как на 750-й БФГ, там у нас вообще два блока управления, два датчика коленвала. То есть мы можем вообще полностью отключить одну голову, отключив либо блок управления, либо датчик коленвала. То есть продолжим. Кстати, скрипт умеет работать не только с четырехтактными бензиновыми, он работает и с дизельными двигателями, он работает с двухтактными двигателями, работает с двигателем банкеля. То есть мы умеем обрабатывать сигнал практически из всех доступных на рынке двигателей, которые вы можете встретить на автомобилях или даже на какой-то технике. В данном случае мы видим, что в конце у нас графики не сошлись в общую линию. Таким образом мы можем понимать, что на последнем этапе измерения, когда у нас двигатель останавливается, вращается за счет инерции, напирает воздух, но еще раз я обращаю ваше внимание, мы выключили зажигание ни топлива, ни искрой нету. То есть влияние на графики мы получаем только от механики двигателя. Мы набираем воздух и его сжимаем, и сжатый воздух работает как пружинка. Если у нас цилиндр герметичный, весь воздух, который мы сжали, весь сработает нам пружиной. Но если у нас есть неисправность, например, плохо держат кольца или плохо держат негерметичные наши клапана, тогда мы сжимаем часть воздуха, уходят из цилиндра, и вот эта пружинка уже работает хуже, чем на других цилиндрах. Таким... Спрашивают, можно ли понять, или это проблема в кольцах, или в клапане. Нет, мы не можем отличить. То есть мы для того, чтобы поставить диван, на что именно у нас исправно, кольца или клапана, приходится прибегать к общеизвестной методике. То есть мы смазываем зеркало цилиндра маслом. То есть мы берем, например, 10 мл масла в шприц, желательно с трубочкой и кривой. То есть по возможности мы смазываем зеркало цилиндром, прокручиваем статтером и меряем компрессию. То есть мы меряем компрессию. Да, это уже механически. Просто мы определяем. У нас в таком-то цилиндре есть проблема. Там есть, конечно, у нас следующий спид, где более детально мы можем изучать ситуацию в нашем цилиндре. Но и тот вариант не позволит нам отличить клапана от поршней. Ну, вообще-то, в большинстве случаев, то есть хоть клапана, хоть кольца, то есть нам нужно разбирать двигатель. До разборки двигателя, как правило, то есть если, после этого вопроса, то есть, например, головки мы делаем, а поршневую не делаем, можно сделать проверку при помощи эльмасла. То есть через трубочку, через свечную эрвенцию. Пневмотестер. Или пневмотестер. Но опять же, пневмотестер нам не дает ответ. Клапан или цилиндр. Даешь, даешь, шумит, не дает. В зависимости от того, куда шумит. А, да-да-да, все правильно. То есть мы же даем давление и слушаем, куда он шипит. Или в опускной коллектор, или в опускной, или через сапон. Все правильно подсказывает тут коллега. То есть либо пневмотестером, либо смазывая зеркало цилиндра, мы можем уплотнить кольца. И если компрессия значительно стала лучше, значит проблема в кольцах. Если компрессия незначительно поменялась, тогда проблема в клапанах. Значит, в данном случае мы видим, что у нас компрессия в желтом цилиндре, а желтый цилиндр это у нас цилиндр номер три, у нас хуже, чем в остальных цилиндрах. Но на этом примере у нас, кстати, есть еще одна неисправность. Мы можем обратить внимание, что у нас красный цилиндр имеет график эффективности не такой, как другие цилиндры. То есть в режиме холостого хода все цилиндры работали. Плавная перегазовка. Здесь у нас желтый цилиндр чуть-чуть хуже сработал, но это нормально, потому что у него компрессия ниже, чем в остальных цилиндрах. Дальше у нас падение оборотов и очень низкая эффективность работы цилиндров, то есть что тоже есть норма, режим холостого хода, и вот в этот момент, когда мы нажимаем педаль газа, эффективность всех цилиндров вырастает, а один из цилиндров перестает у нас нормально работать, у него раз, два, три, четыре цикла, очень низкая эффективность работы, хотя после этого он включается в работу и дальше работает так, как другие цилиндры. Тут я... Скажите мне, можем ли мы набрать, к примеру, в консервную баночку немножечко топлива, установили там 5 миллилитров топлива и взять, поджечь это топливо, к примеру, там, кинуть туда горячую спичку, можем ли мы сжечь только половину топлива в этой консервной баночке? У нас получается, что мы можем либо ее поджечь и все, топливо загорится и сгорит, либо мы совершенно не... Мы кинули спичку, она не загорелась, кинули еще одну, не загорелась, кинули третью, она вспыхнула, и уже, если оно загорелось, то все топливо сгорит. Аналогично и ситуация в нашем двигателе внутреннего возгорания. То есть, если у нас искра смогла воспламенить топливо, топливо-воздушную смесь в нашем цилиндре, значит, все топливо, вся топливо-воздушная смесь, она сгорит. Если искра не воспламенила топливо в цилиндре, у нас совершенно цилиндр не сработает. Тут вопрос. Но если оно сгорится не вовремя, либо система водороспределения сработает не так, как надо, но может сгореть раньше или позже, и геетическая энергия будет меньше, то давай мацелерин. Да, но суть в том, что неисправность топлива, неисправность в системе зажигания, особенно когда у нас недостаточная мощность нашей искры для воспламенения нашей смеси, у нас приведет к тому, что у нас либо топливо загорится, если оно загорелось, оно сгорит полностью, и у нас будет эффективность нашего цилиндра, либо мы совершенно не воспламеняем. Теоретически может быть, скажем, какие-то эксклюзивные отклонения, например, отклонения по углу опережения зажигания в одном конкретном цилиндре, или у нас неправильная работа механики, но эти все вопросы мы решим, когда будем рассматривать следующий эсклипт. Я думаю, вы получите ответ. В данном случае мы видим, работает ли эффективно наша система зажигания, может ли она поджечь топливо в нашем цилиндре, или она не поджигает топливо, например, если неисправная свеча, или если неисправная катушка зажигания. То есть у нас получается график, очень характерный вид. То есть наш цилиндр либо работает так же, как работают все остальные, либо не работает вообще. Он опять включился, опять выключился. То есть когда наша система зажигания на грани неисправности, как правило, клиент в такой ситуации приходит. То есть у него начинает периодически машина дергаться. То есть его катушка становится хуже, или свечи становятся хуже. Таким образом у нас наш цилиндр то включается, то выключается. То есть мы очень хорошо по графику видим, то есть такие резкие скачки эффективности по нашему цилиндру. Когда цилиндр работает эффективно, так же, как все остальные, и на следующий цикл он совершенно не выдает никакой эффективности, то есть это у нас неисправности системы зажигания. Вопрос. Может ли увеличенный искровой зазор влиять на атактильный цилиндр? Увеличенный искровой зазор, как правило, приводит к аналогичному виду неисправности, когда у нас пробой либо произошел и смесь воспламенилась, либо при повышении давления в цилиндре напряжение пробоя увеличивается настолько, что катушка не может создать тестов точного напряжения для пробоя нашего увеличенного искрового зазора, либо у нас возникает пробой вне камеры сгорания, то есть когда катушка прошивает где-то у нас по колпачку или в колодце, и цилиндр тоже не воспламеняет смесь. Кстати, в отличие от диагностики при помощи осциллографа на основе анализа формы высоковольтной осциллограммы, скрипт очень хорошо видит пробои вне камеры сгорания, а по осциллограмме достаточно сложно определять такую неисправность, поскольку искра все равно горит, она тоже пробивается, но она пробивается не в цилиндре, а ее искра у нас происходит вне камеры сгорания, соответственно, не может воспламенить нашу топливо-воздушную смесь. То есть скрипт отчетливо видит, что этот цилиндр не сработал, у нас есть характерная формографика, мы сразу видим, в этом цилиндре у нас проблема с искрой. То ли это катушка, то ли это свеча, это уже как бы следующий вопрос, который решается достаточно легко. То есть если я не уверен, что это у нас катушка или свеча, в данном случае в первом цилиндре у нас не работает высоковольтная система. То есть если это индивидуальные катушки, простейший вариант. Выкрутил свечу, снял катушку, катушку перекинул на второй цилиндр, свечу перекинул на третий, цилиндр еще раз провел измерение. Если проблема ушла во второй цилиндр, значит у нас проблема с катушкой. Если перешла в третий цилиндр, значит проблема с свечой. Очень часто даже новые катушки и новые свечи дают нам все равно неисправность высоковольтной системы. То есть элементарно решается практически за один-два замерка. Тут еще вопрос был. Почему нет пропуска зажигания, раз вытекает, я не знаю, компрессия? Ага, значит задают вопрос, почему в данном примере у нас нет пропусков воспламенения в цилиндре, в котором низкая компрессия. Дело в том, что мы видим, что в данном случае у нас не очень большая разница в компрессии. Она недостаточная для того, чтобы цилиндр полностью перестал работать. Это уже крайнее проявление, когда компрессия настолько низкая, что цилиндр полностью перестает работать. Скрипт отчетливо видит даже небольшие отклонения в компрессии. То есть, к примеру, если во всех цилиндрах у нас 11 бар, мы меряем компрессометром, а в одном цилиндре 10 бар, то мы скриптом уже это хорошо видим на нашем хвостике. Если там уже будет 6 бар, и этого будет недостаточно для того, чтобы цилиндр работал в режиме холостого кода, тогда у нас будет уже сильное отклонение в эффективности данного цилиндра. Причем, обращаю ваше внимание, что компрессия в основном влияет именно на работу в режиме холостого кода и в режиме малых нагрузок. То есть, когда мы тросик открываем до половины, или когда мы полностью открываем тросинную заслонку, когда мы работаем на высоких оборотах, время и количество газа в цилиндре, то есть, время становится маленькое, а количество газа, то есть, по мере увеличения оборотов, время работы одного цикла становится маленькое, а по мере нажатия на педаль газа, по мере открытия тросинной заслонки, мы набираем много воздуха. Вот, смотрите, вот здесь пример, где у нас компрессия очень сильно отличается от, ну, скажем так, значительно больше отличается, чем в предыдущем примере. И мы уже видим, что эффективность этого цилиндра уже упала. Но даже в этой ситуации этот цилиндр все равно работает, он еще не выключился. То есть, если там уже настолько большая дырка, что цилиндр перестает работать полностью, то в конце у нас совершенно большое отличие графика, то есть, значительно ниже график зеленый, будет чем другие. То есть, я достаточно ответил на этот вопрос. То есть, вот в данном случае, то есть, еще большее отклонение в компрессии, тут мы уже видим, что и в режиме холостого он значительно хуже этот цилиндр работает, и на частичных нагрузках он хуже работает, и даже в полную нагрузку у него тоже упала эффективность. Но, тем не менее, он еще работает. То есть, крик очень чувствительный, он даже малейшее отклонение уже нам показывает. Мы видим. В этом цилиндре, ну, вы же сами понимаете, хорошо. Давайте тогда задам мне такой вопрос в зал. Если у нас в трех цилиндрах 11, при какой компрессии в четвертом цилиндре у нас цилиндр перестанет работать в режиме холостого хода. И шоути. Пять, шоути. Пять, шоути. Пять, шоути. То есть... Ну, тут, конечно, у каждого есть свой опыт. По моей оценке, значит, разница в компрессии уже в два бара на некоторых машинах достаточно, чтобы блок управления начинал фиксировать пропуски воспламенения. Так вот, как раз на холостом. Именно на холостом. То есть, поскольку в режиме холостого хода у нас самый длинный цикл работы, у нас много времени занимает на сжатие-разжатие газа. И, во-вторых, у нас очень мало воздушной смеси в цилиндры. И даже малейшие потери у нас приводят к тому, что количество потерянного газа становится критичное. и в режиме холостого хода этот цилиндр уже перестанет работать. То есть... То есть, в данной ситуации бывают случаи, когда компрессометр показывает не совсем ту компрессию, которую мы видим в режиме работы двигателя. Просто не всегда показания... То есть, скажем так, 90% показания скрипта и компрессометра совпадают. Но есть случаи, когда у нас после запуска двигателя меняется компрессия в цилиндры. Например, если у нас зеркало цилиндра смазывается маслом, то есть попадает у нас масло в цилиндр. То есть мы компрессометром можем видеть 6, но после запуска, когда цилиндр смазало маслом, то есть, как правило, такой мотор достаточно много потребляет масла, у нас компрессия повышается, и цилиндр работает нормально. Поэтому я, имея даже вот такой мощный инструмент для замера компрессии, как не скрипт-ссс, и скрипт-бив, все равно использую в некоторых случаях компрессометр. Но компрессометр я использую для поиска тех неисправностей, которые проявляют себя при прокрутке стартером. Например, если у меня не заводится двигатель, то я его проверяю компрессометром. Если у меня при прокрутке стартером неровная прокрутка, то есть вот жу-жу-жу, жу-жу-жу, жу-жу, я меряю его компрессометом. Если у меня проблема в режиме работы двигателя, в режиме холостого, среднего, большие нагрузки, тогда я его проверяю скриптом. Потому что скрипт делает замер компрессии непосредственно во время работы. И не всегда эта компрессия совпадает. Например, если у нас подписавший клапан, который то открывается, то закрывается, то компрессометром мы не видим эту проблему, а скрипт ее видит. Я сейчас покажу вам примеры, как вы видите подписающий клапан. Например, когда у нас пережатые клапана, то есть у нас по мере прогрева двигателя клапан удлиняется и перестает закрываться. То есть с компрессометром мы не можем эту проблему увидеть. Давайте первый. Вот этот. Автомобиль 2109. Вот периодически, жалоба клиента, что периодически у машины, машина начинает троить. То есть я ее в процессе диагностики определил, что да, вот иногда заводишь ее, она троит. Вот, вот сейчас я ее завел, один цилиндр не работает. Видите? И я четко вижу, не работает третий цилиндр. Я плавно гаснул, сбросил газ, поднял обороты, сбросил газ, режим холостого хода, нажал полный газ, сделал замер компрессии. А все нормально с компрессией. То есть не нашел я проблемы. Но перед тем, как его померить, в этот момент уже цилиндр работал. И здесь он работал. Я сделал еще один замер. Здесь вот цилиндр работал в режиме холостого хода. Все работали, машина не троила. Я плавно гаснул, сбросил газ. И как только двигатель зашел в режим холостого хода, я услышал, что цилиндр не работает. То есть я раздруг услышал. Вот в этот момент срочно надо сделать проверку компрессии. Я нажал на газ и даже не ждал, чтобы поднялись обороты, потому что может цилиндр восстановить работу. Вот даже, видите, почти не поднялись обороты. Я резко нажал на газ и тут же заглушил. И сделал замер точно. Компрессии нет. Да, надо поймать. Правильно. То есть в этот момент иногда приходится по 10, по 20 раз, по 50 раз проводить измерения. Ну 50, может, и не приходилось. Значит, сразу хочу сделать замечание. Если вы ищете какую-то неисправность, вы должны проводить все измерения в тот момент, когда у вас есть эта неисправность. То есть, потому что если вы ищете неисправность в тот момент, когда эта неисправность, на которую есть жалоба клиента, не показывает себя, вы найдете все, что угодно, все остальные неисправности, они тоже есть. Тоже их надо устранять. Ну клиент к вам пришел с жалобой на троение, а вы ему там и лампочки поремонтировали, и кондиционер сделали, и печка у него работает. Но он-то пришел к вам с жалобой, что у вас троит мотор, поэтому проверяйте мотор в тот момент, когда у вас есть неисправность. Дергается в дороге, значит, делаем скрипт СС в дороге. Дергается она у нас на горку, дергается на холодную, дергается на горячую, проверяем в тот момент, когда есть наша неисправность. Иначе вы не найдете... Конечно, конечно, возить с собой и на мопеда какого-то там мы его тоже привязываем и возим. А как иначе, если проблема возникает у нас только в дороге, что мы будем искать в гараже? Я скажу так, 95% проблем находятся прямо в гараже. Но 5% да, едет в дорогу, проявляет проблема только на холодную, значит, ждем, пока она остыла, проверяет на холодную. Дергается в горку, дергается на ямах, значит, проверяем ее на ямах. То есть мы должны сначала создать условия для того, чтобы эта проблема себя проявила. И в этот момент провести измерение. А иначе мы будем искать все, что угодно, только не ту неисправность. Спрашиваете ли видно чрезмерную детонацию? Я думаю, сейчас мы к скрипту BX пойдем. Там более детально я буду отвечать. То есть по скрипту CSS детонацию, ну детонацию мы, во-первых, слышим на слух. Во-вторых, детонацию мы видим в аскале. Сразу хочу сделать одно еще замечание. То есть вы должны понимать, что отвертка не заменяет плоскогубцы. И плоскогубцы не могут заменить вам отвертку. Нет, можно плоскогубцами и шурупчик выкрутить. Но есть каждый инструмент, предназначенный для своей работы. Аналогично и вот эти скрипты. То есть я сейчас вам рассказываю те неисправности, для которых вот этот инструмент создал. К сожалению, это тоже не чудо. То есть я понимаю, хотелось бы с одного датчика подключить и увидеть, ну прям все, 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 все. В данном случае мы не можем точно сказать, был ли это впускной клапан, был ли это выпускной клапан. Теоретически можно проводить какие-то более сложные изыскания. Например, контролировать разрежение в выпускном коллекторе. И по форме разрежения определить, впускной или выпускной. Но, к сожалению, данная методика не дает нам ответа, какой конкретно клапан. Но, по крайней мере, мы видим, какой цилиндр. И если эта машина попадает в моторист, то мы ему уже конкретно говорим. Ты нам сделай ревизу вот в этом цилиндре. Там один из клапанов подвисает. Но какой конкретно, я сказать не могу. Ну, а если, секундочку, если цилиндр не работает, без разницы, впускной или впускной. Из-за впускного или из-за выпускного цилиндр не по утрам. Да, все правильно. То есть, если клапан подвис, то есть у нас хоть впускной, хоть выпускной, у нас компрессия пропадет. Сейчас мы будем рассматривать следующий инструмент PX. Значит, тот инструмент может определить поджатый выпускной клапан. Выпускной клапан. Но поджатый впускной, к сожалению, мы не можем. Дианис, вы знаете, микроходчик, пожалуйста. График. График сброса гадан. Так, в данном случае это здесь. Нет, нет, это включение зажигания. Вот там. Внизу вот там. То есть, вас вот это смущает информация? Значит, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что мы изучали сигналы с достаточно большого количества двигателей. И я вижу, что далеко не каждый двигатель правильно спроектированный. Что я имею в виду? Если у нас датчик коленвала и, соответственно, зубчатый венец стоит на шкиву коленвала, то есть на так званом переднем конце коленвала, у нас появляется колебание самого зубчатого венца. То есть, особенно плохо ситуация с теми двигателями, у которых резиновый демпфер стоит. И мы математически анализировали сигнал с данного типа зубчатого венца. Появляется на определенных частотах колебания. Дело в том, что скрипт, он оценивает прохождение каждого зубчика как положение коленвала. А в действительности у нас получается, что коленвал, он находится в одной позиции, а зубчатый венец, он вибрирует. Но скрипт считает, что это вибрирует коленвал. И начинает рисовать достаточно шумные графики. Если вы обратите внимание, что большинство современных двигателей у нас спроектированы так, что датчик коленвала перенесен уже либо на маховик, а в идеале между последним и предпоследним цилиндром в самом блоке. Значит, я изучал этот вопрос, самые лучшие результаты дают датчики коленвала, которые стоят нам в блоке цилиндров. Зубчатый венец установлен на коленвале между последним и предпоследним цилиндром. И очень много производителей, я так понимаю, проведя аналогичные испытания, тоже пришли к тому, что датчик коленвала должен стоять именно в блоке цилиндров. Крайний, скажем, следующий по правильности установки и по точности сигнала – это установка на маховик. Да, вот, пожалуйста, пример осциллограммы, снятый с… это у нас Хонда, 2015 год. Если мы посмотрим, очень точно накладываются графики работы всех цилиндров и, в частности, и участок замера компрессии. То есть даже на высоких оборотах сигнал датчика коленвала очень точный. То есть шумность графика в этой части не связана с какими-то особенностями математики скрипта. Да, математика – она точная. Более того, вчера вот был здесь один участник, он говорил, у них был случай, когда они настраивали спортивный мотор, я так понимаю, вазовский, у которого были установлены там спортивные распредвалы. И вот с зубчатым венцом, который установлен заводом с демпферной резиной, они не могли даже настроить работу блока управления для работы на выше 7000 оборотов. То есть блок управления не мог адекватно рассчитать время заряда катушки. Как только перенесли датчик коленвала на маховик, то есть нарезали, сделали зубчатый венец, и графики стали намного более чище, и блок управления смог эту всю информацию обработать. То есть здесь шумность графиков на высоких оборотах, она не связана с математикой скрипта. Это неправильный съем сигнала, то есть сам завод-изготовитель, скажем, закладывает недостаточно высокую точность. Как правило, это машины разработки начала 90-х годов. То есть те автомобили, которые, ну двигатели, которые уже после 2000 года разрабатывали, там эту проблему устранили. Значит, мои рекомендации такие. Если зубчатый венец установлен спереди коленвала, а тем более на демпферном шкиве резиновом, значит, мы не поднимаем обороты выше 2500. Мы можем поднимать, но шум становится очень сильный в этом месте. Если у нас зубчатый венец на маховике, мы можем поднимать обороты где-то до 4000-5000. Если у нас зубчатый венец и, соответственно, датчик коленвала стоит у нас в блоке, венец на самом коленвале, мы можем вплоть до 8, а может даже и до 10 тысяч. Как правило, сигнал достаточно чистый. Дело в том, что мы работаем с датчиком коленвала. Кстати, есть смысл обратить сейчас еще на один момент. Не допускается снятие сигнала с датчиков, которые снимают информацию из свинцов, не коленвальных. То есть мы работаем только с датчиком коленвала, который смотрит на венец, который прикручен жестко к датчику коленвала. То есть датчики распыта, раунглеры. И же с ними математически я могу это обработать, информации нет. То есть привод ременной, привод цепной, он сглаживает вот эти все колебания, и информации просто не остается. То есть вы сами себя запутаете. Только датчик коленвала, только венец, который размещен на коленвале. Более того, я сразу хочу сказать, раз мы уже заговорили за все варианты датчиков коленвала, если на моторе нет датчика коленвала, мы можем его нарисовать. То есть у нас есть оптический датчик, мы берем белый маркер, рисуем широкие такие линии на участке, например, на переднем шкире, или на маховике, где нам удобно, чтобы мы их лазером могли посветить на вот эти белые линии. Заводим двигатель, держим по возможности максимально неподвижно наш лазер, и таким образом мы можем работать даже с теми двигателями, у которых нет датчиков коленвала в принципе. Либо он изначально неправильный, очень мало зубьев, если он у нас установлен на демпферной резине, и на высоких оборотах очень шумные графики у нас в этой части мы наблюдаем. Тогда мы берем любой электромагнитный датчик, например, датчик АБС, либо датчик коленвала. Очень удобно использовать датчики, индуктивные датчики, у которых есть металлическая, скажем, такая защита. Дело в том, что когда я рукой держу этот датчик и подношу его к зубчистому венцу стартера, он примагничивается и все норовит дотронуться до вращающихся зубов. То есть до зубов маховика. И зубья маховика, как рашпиль, пластмассовые датчики просто спиливают. А металлический он нормально выдерживает, кратковременное касание, без повреждения. То есть у меня есть от старого Мерседеса в металлическом корпусе датчик, индуктивный датчик коленвала, мы в металлическом колпачке, то есть я его подношу к зубчистому венцу стартера, завожу автомобиль, два раза газую, оглушу его и выполняю скрипт. То есть даже на старых каежках я одно время работал, на простых дизелях. То есть там просто вопрос еще с синхронизацией. Для бензиновой машины эта проблема решаема. Мы одеваем на датчик на высоковольтный провод, и прикладываем все к катушке. Скрипт определяет сам, сколько там зубьев. Он сам его посчитает, сам догадается. Есть пропуски, нету. Индуктивный датчик он обработает. Датчик хола работает, но гниторезистивный работает. Оптический датчик... То есть пропуски необязательно? Да? Пропуски необязательно. Даже если нету совершенно пропуска, мы с этим датчиком, мы с венцом работаем, сам все догадается, сам все рассчитает. То есть главное, чтобы была изводная... Вы договорили, а на дизеле? На дизеле можем мы работать с дизелем. Мы работаем с дизелем... С электронными дизелями вообще у нас проблем не возникает. Там, где электронные форсунки, мы подключаемся, как правило, токовой прищепкой, для того, чтобы контролировать ток на форсунку. То есть хотя мы можем и индуктивный датчик приложить к форсунке, то есть бесконтактный съем, или даже синхронизироваться с щупами, но это как бы там... Мы не будем глубоко сейчас вникать в этот вопрос. Там, на тех дизелях более старых, у которых есть датчик движения иглы в одной форсунке, так ее называют электронная форсунка, то есть датчик движения иглы, мы используем датчик движения иглы для синхронизации. На тех дизелях, где совершенно нет у нас никакой электроники, есть пьезоэлектрический датчик, который одевается на трубочку, и сигнала этого датчика достаточно, чтобы засинхронизироваться и обработать сигнал. Вот данный пример. Еще раз я его рассмотрю. Холостой ход. Подняли, опустили обороты. Полный газ и заглушили с открытым дросселем. Здесь, для примера, кратковременно отключили форсунку четвертого цилиндра, потом кратковременно отключили форсунку пятого цилиндра. Интересная реакция блока управления. Как только мы отключаем четвертую форсунку, следующий по счету цилиндр увеличивает свою эффективность. То есть блок управления за счет изменения угла отражения зажигания увеличивает эффективность следующего похода цилиндра, для того, чтобы восстановить обороты холостого хода. То есть не все так блоки управления реагируют. То есть вот это, это ауди. То есть похоже, что производитель очень старался настроить хорошо работу своего двигателя. То есть очень много машин не выполняет никаких коррекций, то есть обороты проваливаются, когда мы отключаем один цилиндр. Плавное поднятие оборотов эффективность увеличилась цилиндра. Падение оборотов, резкое поднятие, очень высокая эффективность всех цилиндров. И в конце у нас замер в компрессии. Надо его расширить более детально. Посмотреть, но мы сейчас на следующих примерах посмотрим. Проблема с компрессией. Ага, это, наверное, мы как раз рассматривали. Пример, то есть эффективность работы зеленого цилиндра ниже. Тут, правда, и синий тоже хуже работает. Но сложно сказать, почему он хуже работает. То есть компрессия в синим нормальна. В самом случае с зеленым ситуация понятна. То есть у него ниже компрессия, из-за того он значительно хуже работает. Ага, вот это как раз пример подвисающего клапана. То есть вот здесь он втроен. Но компрессия нормальная. В следующий раз мы сделали замер, но только что эти примеры рассматривали. Я вот только что давал рекомендацию. Если у нас зубчатый венец установлен на береге в конце коленбала, не рекомендую обращать внимание, скажем, особо пристально всматриваться в графике на высоких оборотах. Выше двух с половиной тысяч, там сам зубчатый венец начинает вибрировать. И, как есть такой термин, тут коллега мне нравится, выдумывает информацию. То есть он не показывает нам, как реально крутится наш коленбала. Он там выдумывает, он начинает сам вибрировать. То есть он дает ту информацию, которой реально у нас нет. То есть в данном случае... А скажите, а не может быть из-за задержанной компрессии, когда натору стручишь, ему легче, просто его болтает? Нет, так у него как раз эффективность. То есть датчик показывает, что он чуть лучше работает, чем... Из-за задержанной компрессии, ему легче. Просто болтает на повышение. Это на сдачу даем. Может, знаете еще, с чем это может быть связано? То есть мы частично на сжатии теряем часть воздуха, а топливо у нас, скажем, по мере испарения, размешивается на меньшее количество воздуха, таким образом более богатая смесь получается. Я не знаю. То есть, ну, есть те вопросы, которые я знаю, есть вопросы, которые я не знаю. Хотите, я сейчас придумаю что-то и совру? То есть, ну, давайте лучше я расскажу ту информацию, которую я точно знаю, что она работает. Не знаю почему. Я больше склонен к тому, что это неправильное отображение за счет того, что зубчатый венец стоит на переднем. В идеале, это для такой машины сделать перепроверку, снять хотя бы с венца стартера, и тогда у нас более достоверная информация. То есть, если оно будет так, ну, надо будет уже когда подумать, может, действительно какая-то есть объективная причина. Но, как правило, тот цилиндр, у которого ниже компрессия, он начинает плохо работать в режиме А. А, так это вон клапан подвисающий. Да, может быть, что здесь он начал подвисать уже. Может, это еще связано как-то... Дело в том, что у нас привод клапана тоже отбирает часть мощности мотора. Ну, не знаю, не буду ничего придумывать. На этом графике мы можем как-то увидеть влияние, например, дефицитронных форсунов, работу двигателя, разгон коротителей. Давайте переходим к следующему вопросу. У нас еще очень-очень много материала на первом же примере. Смотрим в следующий. Вот один из интересных тоже примеров, чтобы закончить вопрос, это мы только... Мы, значит, мы сейчас рассматриваем только одну четвертую из первого скрипта. А у нас с этих скриптом несколько и очень много информации. Чуть-чуть мы... Ну, вы можете и без ужина тогда остаться, если дадите мне волю. Застинецу продлевать. Так, значит, смотрите. Вот на данном примере тоже интересная ситуация. То есть в режиме замера компрессии у нас три цилиндра показывают ниже эффективность, три цилиндра показывают выше эффективность. В данном случае у нас первый цилиндр ниже эффективность, третий цилиндр ниже эффективность и второй ниже эффективность. А цилиндр 4, 6 и 5 у них выше эффективность. То есть если мы посмотрим на наш двигатель, это в два-образная шестерка. Получилось, что эта голова имеет ниже эффективность, чем водительская. Таким образом, мы видим отличие в компрессии одной и второй головы. Маловероятно, чтобы у нас три цилиндра имели абсолютно одинаковую эффективность, которая очень точно ниже, чем другая голова. Просто эти цилиндры набирают меньше воздуха, пассажирская голова набирает меньше воздуха, чем водительская. Как правило, такой график мы наблюдаем, когда у нас не одинаково установлены фазы газораспределения, не по меркам установлены распредвал в одной из голов. Причем не обязательно та голова, которая показывает больше эффективность, в ней правильно. Нам надо проверить отдельно одну голову, отдельно другую. Как правило, я проверяю скриптовы, с которыми чуть позже рассмотрим. Да, но растянутая цепь... А из-за забитого катализатора? Из-за забитого катализатора обычно нет. Но забитый катализатор, есть у нас следующий инструмент. Мы сейчас туда вернемся. Был случай, что катализаторы замерзли, и одна голова не работала. Да, то, что она не работала, понятно, но мы сейчас смотрим, что у нас не то, что она не работает, у нас компрессия в одной голове больше, чем в другой. Она не работает, потому что она не может вытолкнуть выхлопные газы, но она все равно газ набирает, сжимает и получает подталкивание. То есть забитый катализатор, я не думаю, что он нам покажет такое отклонение. В любом случае нам надо проверить датчик АПХ, АПХ уже покажет всех. Значит, вот этот пример, здесь он немножко такой сложный, я там много раз газовал. То есть в данном случае я показываю, что в некоторых неисправностях мы не делаем точно по методике. Если мне надо много раз газовать, я газую много, больше газ, меньше, мне надо, чтобы проявила себя неисправность. И на этом примере, вот у нас в режиме холостого хода один цилиндр работал ощутимо хуже, чем остальные. То есть вот он раз, два, три, четыре не работал, раз, включился, опять не работает. Опа, включился и работает так же, как и работают все остальные, выключился, включился, выключился, отпустил педаль газа, работает так же, как все остальные. Нажал педаль газа, все цилиндры ушли вверх, а этот цилиндр ушел вниз. И таким образом я наблюдаю, что у нас есть скачкообразные изменения эффективности. То у нас цилиндр работает, как все остальные, то у нас не работает. То есть вот эти характерные скачкообразные изменения эффективности, это у нас неисправность форсунок. Нет? Искры, искры. Но только что это вопрос, да, система зажигания. То есть ни форсунок, ни компрессии, система зажигания. Хотя может теоретически у нас форсунка то открываться, то не открываться, но вероятность просто мизерная. То есть видя такой график, я первым делом проверяю наши катушки. Справедливости ради, обращу ваше внимание, то есть скрипт CSS не есть абсолютно точная диагностика. Аналогично, как, например, тот же сканер. Если мы на сканере видим ошибку по лявдозонду, это не значит, что у нас лявдозон не работает. Это может не докачивать бензонасосы, это может у нас расходомер воздуха неправильно давать показания. То есть мы не верим абсолютно, 100% доверяем всем инструментам. То есть аналогично и здесь. С львиной долей вероятности у нас такой график показывает неисправность высоковольной системы. За все время, сколько я ремонтирую автомобили, у меня там только один автомобиль, который показывал похожий график, а неисправность в действительности оказалась в форсунке FSI. То есть получалось при определенном давлении, форсунка открывается, 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 и при определенном давлении не может сдернуть клапан. И у нас эффективность провалилась. То есть я заподозрил, что это у нас высоковольтная. Но я перекинул катушку, перекинул свечу, проблема осталась все равно в этом цилиндре. Ну, не могу еще сказать, это где-то 2007 год, была Audi офисальная, и у нее был график похожий. То есть под нагрузкой у нас один цилиндр выключался. Просто я вижу, что это цилиндр. Мы тогда сняли коллектор, перекинули еще форсунки, еще раз проехали, да, точно, форсунка. Хотя, предварительно, это искра. Но еще раз говорю, за 10 лет моей практики это был один случай, что форсунка. В основном такой график показывает неисправность у нас высоковольтной системы. Следующий пример. Значит, у нас плохо работает наш двигатель. То есть неравномерная работа в режиме холостого хода, неравномерная работа на частичной нагрузке, и здесь тоже у нас плохо работает. Но, вот этот цилиндр, он хотя и работает хаотично, но когда он включается, он не достигает той эффективности, которую имеют другие цилиндры. То есть у нас есть небольшая хаотичность, то есть краном дает очень большой размах по амплитуре. То есть или работаем как все, или не работаем совершенно. Так. Значит, компрессию мы здесь очень хорошо на графике видим. Смотрим, это у нас проблема в компрессии или нет. С компрессией, видите, проблем никаких совершенно нет. Да, это так себя показывает отклонение в количестве топлива по цилиндрову. То есть точнее, это у нас отклонение в составе смеси. То есть какие-то цилиндры имеют смесь богаче, какие-то беднее. Но поскольку все цилиндры набирают воздуха одинаково, значит у нас есть проблема в количестве топлива, которое попадает в наш цилиндр. И в данном случае, вот если мы посмотрим название койла, я эти форсунки снял, проверил на стенде. И вот результаты. За 30 секунд у нас вторая форсунка дала 80, первая 64, четвертая 60 и третья 40. Вот если мы маркер поднесем вот в это место, как правило, оценку работы форсунок я выполняю именно на этом участке. То есть там, где я плавно нажал педаль газа, у меня возникает такой своеобразный горбик на цветных графиках. Вот в этом месте очень хорошо видно отклонение в работе форсунок. В данном случае я вижу, что у нас синий график получил у нас... Тут вообще правильно было бы мерить относительно вот этой ямки. То есть в этой ямке у нас эффективно, когда мы отпускаем педаль газа, все цилиндры полностью выключаются. И мы можем считать, что у них полностью нулевая эффективность. Все, что выше этого уровня, это у нас какая-то эффективность нашего цилиндра. Я вообще планирую это все вынести в автоматические алгоритмы, но сейчас, к сожалению, приходится еще руками это все верить, немножечко думать. То есть я думаю, что придет время, и диагностам думать вообще не надо будет. Ну, это я пошутил. Так что забирайте свои аплодисменты назад. Я думаю, что диагностам всегда будет над чем думать, но задача инструмента облегчить работу, избавить от, скажем, уменьшить количество ошибок и повысить качество. То есть сейчас приходится это делать вручную. То есть мы ставим маркер В в точку минимальной эффективности, а в этом месте мы можем оценить, приблизительно оценить эффективность работы наших форсунок. То есть мы видим, что у нас вот эта, самая большая дельта 1300, это у нас цилиндр 2, у которого 80, у нас цилиндр 4, 1000 имеет эффективности. Ага, красный, красный умеет, у нас красный, вот 64, 1100, четвертый цилиндр, четвертый цилиндр зеленый, у него 60, у него 1000, и цилиндр наиболее, наверное, наихудший, то есть у которого 40, это третий, у него эффективность 697. Если вы посмотрите, какие цифры у нас здесь получились, и сравните с теми цифрами, которые я показал Стэн, они более-менее соизмеримы, то есть косвенно мы можем говорить, что у нас есть на, к примеру, 20% ниже эффективность работы данного цилиндра, как правило, приблизительно на 20% у нас меньше топливоподача в данный цилиндр. Это не абсолютно точная зависимость, но не разбирая двигатель, не снимая форсунок, мы уже предварительно видим, насколько у нас ниже производительность какой-то форсунки. Особенно это удобно при настройке газового оборудования. То есть вы его собрали, вы плавно газнули, и вы уже видите, что у вас один цилиндр на 10% работает хуже. Вы ему через газовый блок можете 10% добавить и еще раз проверить. Вы добились одинаковой эффективности работы всех цилиндров? То есть таким образом мы можем, во-первых, оценивать, есть ли у нас неравномерность топливоподачи, и можем в случае, если наши форсунки не абсолютно одинаково работают, таким образом внести какие-то коррекции, и некоторые блоки позволяют такую настройку сделать. И тогда мы можем получить более гладкую, равномерную работу двигателя. И очень важный момент. Не только ситуация в гладкости работы. То есть вот Володя эту тему сегодня затрагивал. Дело в том, что если у нас есть, есть у нас, к примеру, 4-цилиндровый двигатель, у которого есть лямбдосок, и у нас происходит лямбдорегулирование. Припустим такую ситуацию, что у нас две форсунки дают нормальное количество газа, примерно 100 кубиков условных каких-то, а две форсунки со временем забиваются или изначально недостаточно хорошо настроены. Они у нас не 100 кубиков дают, а, к примеру, 80 кубических сантиметров газа. Блок управления, видя, что у нас поступает бедная смесь, начинает добавлять топливо. Он добавляет 1, 2, 3, 10% топлива условно. И получается, что две форсунки уже не 100 кубиков газа в производстве, а 110. А те форсунки, они не 80, а там 88, ну почти 90. И общий состав смеси у нас станет нормальным. И лямбдозок покажет, что смесь вроде бы как в стихиометрии. Но по факту у нас два цилиндра, получается, работают на переобогащенной смеси, что неэффективно, а два цилиндра на объединенной смеси, что тоже неэффективно. Получается количество газа. Мы впрыскиваем, когда все четыре форсунки одинаковые, мы впрыскивали 400 кубиков газа. Здесь мы коррекцию получили. Здесь 220, а тут у нас получается 180 форсунок, где мы общее количество тоже те же 400 кубиков. Но и эти два цилиндра неэффективно работают, и эти два цилиндра неэффективно. То есть получается, мы тот же газ впрыскиваем, а машина едет плохо. Нам приходится все время нажимать дополнительно педаль газа, увеличивать подачу газа. Из-за этого у нас увеличивается расход. Но клиенту... Зачем вообще клиент ставит газ? Непонятно. Непонятно. Можно даем себе это, чтобы просто... Приз... Приз... Да, да. То есть основная задача, зачем клиент себе ставит газ, это же для него куча отрицательных качеств. То есть это дополнительный вес, это дополнительная цена на установку, дополнительное обслуживание. Но самый главный фактор – это экономия. И наша задача как раз поставить этот газ так, чтобы максимально эту экономию обеспечить клиенту. Тогда он действительно получит то, чего, собственно, он и... Зачем... При этом не убить кого двигатель? Да. А, кстати, и еще один очень важное замечание. Дело в том, что вот на предыдущем примере, когда я показывал, что два цилиндра получат по 110 кубиков газа, а два цилиндра получат по 90. То есть в данном случае мы получаем, что у двух цилиндров обедненная смесь, а у двух – переобогащенная. Современные двигатели, чем новее автомобиль, тем меньше запас по прочности. И вот эти 10% обеднения смеси в двух цилиндрах могут привести к тому, что эти цилиндры прогорят. И возникнет вопрос, скажем, кто виноват. Просто вчера вот задавали вопрос, то есть нужно ли газовым форсункам делать одинаковые трубки. То есть там разница, небольшая разница в трубке не особо влияет. Да, решили холостить. То есть одинаковые по длине трубки должны ли быть. То есть некоторые установщики все-таки считают более удобно, мы размещаем как удобно, небольшая разница, все равно никто ничего не замечает. Даже если и нету большой разницы, хотя это все надо перепроверять, это все, ситуация может сильно меняться от конкретных газовых форсунок, от конкретных жиглеров, от количества газа, во-первых. Во-вторых, если, не дай бог, с этим двигателем что-то случится, и вот тот дальний цилиндр прогорит, и кто-то будет, скажем, делать вывод, что же стало причиной прогорания этого поршня, может, ему и так уже туда была дорога, может, он еще до установки газа уже там имел проблемы. Но если там будет неодненаковая длина шланчиков, то крайне, конечно же, окажется установщик. То есть я считаю, что нужно все-таки стараться свою работу делать максимально качественно, и... Хочете тебе это поговорить? Ладно, у нас материала много, то есть я... Можно? Вопрос. Да. У нас ситуация, о которой вы говорили. 20 литра работает на богосчеты, 20 литра на объединенной смеси. Естественно, произошло явное гибрирование, и вот это вот выросло. У меня вопрос. А мы действительно увидим вот здесь, на этом скрипте, разность эффективности литра после того, как уже отрегулировано. Увидим ли мы ее? У меня вопрос. Да, да, да. Хороший вопрос. В действительности, да, видно. Дело в том, что скрипт работает, он оценивает эффективность не за весь ход поршня, за 140 градусов, у нас меньший угол оценки. И получается, что более богатая смесь, хотя она и не настолько эффективно сгорает, но она сгорает быстро. То есть получается, что даже когда произошло оляндорегулирование, вот в данной ситуации, просто мы тоже не знаем, как эти графики должны были бы разместиться, если все было бы у нас идеально. Возможно, они все выстроились бы у нас еще выше. То есть и более богатые тоже стали ниже. Но по факту, я задумался тоже над этим вопросом, по-хорошему, тот цилиндр, который переобогащенная смесь, должен был бы тоже опустить свою эффективность. Но на графике я вижу, что он все-таки расположен выше. Скорее всего, это связано именно с тем, почему на спортивных машинах обогащают смесь. Ее обогащают, а почему больше мощность получается. То есть вот, кстати, я очень часто, я занимаюсь чиптюнингом, очень много анализировал заводских прошивок и наблюдал, какие калибровки выполняют, скажем, коллеги по церкви. И пришел к выводу, что завод никогда не обогащает смесь на малых оборотах для получения мощности. Только на высоких оборотах и на высоких нагрузках идет обогащение смеси. Дело в том, что обогащение смеси позволяет, ускоряет фронт пламени. То есть увеличивается скорость. На малых оборотах у нас и так достаточно скорости горения двигателя, скорости горения смеси для того, чтобы ее сжечь оптимально. То есть мы регулируем углом опережения зажигания. Но вот на высоких скоростях, когда вы подходите к 8, 9, к 10 тысячам оборотов условно, когда мы работаем со спортивным двигателем, время горения для нас становится очень важным. По той причине, что цикл очень короткий. То есть у нас на 8 тысячах оборотов очень мало времени на то, чтобы успеть сжечь всю смесь. И сделав его более ранним уголопережением, мы вызываем увеличение давления еще до того, как поршень дойдет до верхней мертвой точки. Таким образом, при помощи обогащения смеси мы можем вызвать более быстрое сгорание смеси. То есть не увеличивая уголопережения зажигания, мы вызываем более быстрое горение. За счет этого, действительно, на смеси 0,9 мы получим больше мощности. Но это не значит, что нам надо делать 0,9 на оборотах 3 тысячи, 2 тысячи, что очень часто я вижу, скажем, в не очень профессиональных прошивках. То есть, зная, что смесь 0,9 обеспечивает нам максимальную мощность, вот все начинающие стараются быстренько 0,9 сделать на низких оборотах. Нам здесь не нужно. Нам здесь достаточно у 0,9 состав смеси лямбер-ферцент 0,9. То есть это а здесь у нас 0,9. То есть более богатая на 10% больше топлива и на 10% меньше воздуха по отношению к топливу. Таким образом, я думаю, что вот эта эффективность как раз отображается, поскольку я измеряю непосредственно после верхней мертвой точки, богатая смесь, она сгорает быстрее и мы получаем выше эффективность у тех цилиндров, у которых переобогащенная. Хотя по факту наш двигатель на обогащенных смесях не имеет той экономичности, которую мы получаем на правильной стихии. Еще один такой вопрос задам. Спасибо огромное. Если мы можем ли видеть эффективность цилиндров, вот, например, зафиксировать там 2000 оборотов двигателя и тут же читать вот эти цифры эффективности цилиндров на зафиксирование в реальном времени. Почему это спрашивают? Ну вот настрой. В программе Романа там есть вот, ты можешь прямо процентами вот этой просунки добавить 2%, этой 3%. Тут есть, хотя как раз предусматривает указанная программа индивидуальную коррекцию по порсунке. И мы с помощью этой штуки можем сразу поймать и свести все это в одну точку. Да, мне понятен вопрос. К сожалению, нет. Дело в том, что скрипт CSS для того, чтобы получить максимальную универсальность алгоритма, мне нужен весь файл. То есть мы смотрим начало, конец, проверяем падение оборотов, высчитываем зубчатые венцы, выполняем калибровки. То есть очень много вычислений. То есть и такой объем вычислений в реальном времени мы не можем выполнить. Ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. То есть настройки вот эти, если надо сделать калибровку, я запускаю режимы колостого хода, жиль, плавно газнул. Даже вторую перегазовку не делают. То есть выполнил скрипт, ага, здесь надо 3% добавить, здесь 2%, здесь там один. Настроил, опять запись. Вжим, о, почти хорошо, еще чуть-чуть надо, чуть-чуть подправил. Более 2-3 итерации. Но, тем не менее, это не мешает справиться с этой задачей, каждый раз записывая падение. Я с этим миграция, и 2% когда мы делаем коррекцию на газовые курсунки в районе 2%, мы это четко видим в результате на скрипке. 2% отлично это уже видно. И не есть проблема после каждой коррекции записать скрип, тогда недолго. Но в мае, к сожалению, не будет. Да, спасибо. Я хочу очень попробовать вот этот не практиковал. Очень надо это попробовать. Я могу вот так вот. Да, тут вопрос, микрофончик. Ум, ну, и я свой. А, кстати, еще из практики. Допустим, вот мы плавно разгоняем мотор. У нас не может там, мы с эспирида примерно на 2000 оборотов точки, она не может потом разойтись на 5, там, из практики. Я понимаю, что невозможно ответить, но тем не менее. Расходится. Расходится, да? Расходится, потому что на разных оборотах характеристика порцунки. Расходится, потому что на разных оборотах характеристика порцунки отличаются. И вот в этом есть проблема. Когда мы ее настраиваем, мы уже делаем для себя приоритет, в каком режиме мы настраиваем вот этой коррекцией. Согласен. Разбывается, что происходит. Дело в том, что если бы скрипт CSS мог бы заменить все остальные приборы разом взятые, то никаких бы других приборов не было. И Володя, и Зима тоже бы не работал над своим прибором, если бы скрипт полностью заменял. То есть его прибор позволяет протестировать порцунку на всех режимах, убедиться или подрегулировать, то есть добиться одинаковой производительности. А этот инструмент, он уже как бы контрольный, поверх того уже уровня, мы можем внести уже детальные коррекции. Как раз вот этот режим, он еще чем, скажем, интересен, это у нас режим частичной нагрузки. Реально именно в этом режиме, не в режиме холостого хода, не в режиме полной мощности. Двигатель как бы не эксплуатирует сальвиную долю своего времени. То есть именно в режиме частичной нагрузки нам нужно получить максимальную эффективность там, где человек ездит для того, чтобы экономить. и это вот у нас как бы получается контрольные замеры и уже окончательная настройка нашего оборудования. Так, Здесь вы говорили, что непонятно эффективность перепогаченного цилиндра больше, должна быть или меньше, чем более обедненного. мы газ ставим заведомо рабочий автомобиль на бензине. Можно ли сделать PX правильно ли это сделать на бензине, посмотреть эффективность относительно нуля, как на бензине просто знаете, что все у нас идеально на бензине и уже газ настраивать на бензине. Так именно так и нужно, то есть нам перед установкой газа нужно убедиться, что у нас полностью исправный автомобиль. если там есть проблемы с фазами, если у нас там проблемы есть с высоковольтной, если у нас проблемы с форсунками, у нас будут неправильные топливные коррекции. Что мы тогда настроим? Как мы сможем свести у нас карту топливоподачи бензиновой и карту топливоподачи газовой? То есть обязательно мы должны сделать все проверки на бензине, убедиться, что там все нормально. Если там ненормально довести ее до идеального состояния, только после этого установить туда газовую и выполнить регулировки. Неправильно. Клиент идет к другому установщику. Сначала нужно опустовить газ, а потом нужно как создать новое газовую гонку. Переобобщенную смесь на газу к конкретному цилиндре мы эффективны. Дело в том, что когда установлено ГБО уже на автомобиль, мы снимаем скрипт ЧСНУ, снимаем данные с датчика перенвала, здесь санкционизировано, все как положено, на бензине, делаем средний оборот, сброс обратно на холостой, мы включаем газ, и вы прекрасно тут увидите изменения именно в работе как форсунок газовых, так и всего остального. Все будет очень хорошо видно, и вы потом обратно там средние обороты дали, ну а уже механику двигателя можете делать. Это все очень быстро, за один газ на одной осциллограмме это будет видно. То есть вы можете газнуть два раза, то есть один раз вы включили бензин, бжит, газнули, переключили на газ, опять еще одну перегазовку, и вы на одной осциллограмме сразу видите, ага, на бензине у нас все идеально, на газу у нас блок, то есть это можно сделать в пределах одного замера. Ну замера два, просто запустил, выключил, запустил. Нет, 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 нет. В пределах одного замера. В пределах одного замера. Это два замера. Это можно сделать в пределах одного замера. То есть даже бензин работает на холостом табу, мы знаем, мы запустили запись скрипта, он продолжал несколько секунд, после этого мы переключаем на раз. И еще дальше он работает на холостом, не запускаем, это все скрипт пишет, это один замер. Мы можем делать несколько переключений в пределах одного замера, и потом на одном экране, на одном скрипте, на одном результате мы можем уже видеть, мы четко видим вот эта работа на бензине, вот эта работа на газу. Здесь вот пример, чтобы показать все возможности, это одноцилиндровый бомбардье, на котором мы искали, какой цилиндр у нас не работает. И, значит, какой порядок работы у одноцилиндрового двигателя? Можно сказать? Не один-один-один, а просто один. Просто один. То есть один-три-четыре-два, а у одноцилиндровый один. То есть это важно, потому что для запуска скрипта CSS вы должны ввести порядок работы цилиндров. Просто один. И вот на этой осциллограмме, действительно, мы не могли понять, что там у нас происходит, то есть при определенной скорости его начинало дергать, и он переставал работать. Непонятно, то ли топлива не хватало, то ли искра, то ли может там сигнал датчика кальвала. То есть мы записали скрипт CSS, запустили в режиме холостого хода, один раз газнули, дальше начали разгоняться, то есть, ну, наверное... То есть вот во время разгона его начало дергать. И по характерной форме, когда эффективность у нас то очень хорошая, то нулевая, то очень хорошая, то есть мы пришли к выводу, что это была проблема с высоковольтной, то есть катушки на подмен у нас не было, то есть мы уменьшили зазор на свечи, для того, чтобы облегчить работу системы зажигания, и проблема ушла, то есть мы определили, что мы, скажем, в правильном направлении. Замена свечи не решила вопрос, то есть проблема была в катушке, то есть мы ее заказывали, просто цена вопроса тоже не маленькая, нужно было убедиться, то есть это катушка, не катушка, а вдруг не катушка, мы ее сейчас будем везти неизвестно откуда, неизвестно какие деньги, то есть таким образом даже на одном цилиндровом двигателе мы можем проводить измерения. В данном случае у нас была проблема с катушкой. Следующая вкладка, то есть это мы смотрели вкладку эффективность, то есть на этой вкладке у нас отображается эффективность работы всех цилиндров. У нас есть еще вкладка зубчатый диск, буквально пару минут расскажу про данную вкладку. Эта вкладка показывает нам маркерный диск, маркерный диск датчика коленвала. В данном случае мы видим, что у нас есть 60 зубов, из которых один пропущенный и два пропущенные, то есть нормальный зубчатый диск это 60 минус 2, а здесь в данном случае еще нет одного зуба. То есть что нужно в данной ситуации посоветовать владельцу? Стоматолог. Все молодцы, все знают. Поменяли зубчатый венец и все начало работать нормально. Хотя на удивление машина заводилась, работала. И кстати обращаю внимание, далеко не каждый блок управления, когда у нас есть проблемы с зубчатым венцом, выдает нам прямым текстом ошибки. То есть есть блок управления, который вот он работает, нашел пропуск зубов и не понимает. То есть ага, то есть это пропуск зубов, наверное мы находимся в этой части коленвала. Начинает математику перезапускать, то есть искра не по всем цилиндрам может идти, впрыск неправильный, то есть может дергаться. Могут у нас происходить пропуски воспламенения, которых реально нету. То есть у нас начинает моргать чек, машина выключает цилиндры, хотя никаких пропусков не происходит. То есть ты едешь, машина адекватно разгоняется, в определенный момент включила чек, цилиндры выключила. Конечно, уже потом цилиндр не работает, когда она топливо его отключила, но первопричины не было. То есть на данном, на данной вкладке можно посмотреть, скажем, сделать оценку сигнала датчика коленвала. Во-первых, мы видим скорую зубью, где у нас есть пропуски, мы видим какое отклонение позиции каждого зуба. Вот этот красный график достаточно интересный. Он показывает, насколько у нас наши зубья точно стоят в своих позициях. То есть если один зуб будет на 2 градуса сдвинут в сторону, на 2%, извиняюсь, на 2%, не на 2 градуса. То есть они через каждые 6 градусов идут, зубья. На 2%, а это буквально доля градуса. Если он будет сдвинутый, блок управления может начать фиксировать пропуски воспламенения. Потому что блок управления контролирует время, когда получает сигнал с каждого зуба. Зная, что это 6 градусов, мы видим, что у нас через каждую микросекунду, например, миллисекунду, приходит следующий зуб. А один зуб у нас согнутый. И сигнал с этого зуба приходит позже. Раз сигнал пришел позже, значит, наверное, коленвал крутится медленно. Значит, в этом цилиндре бензин не загорелся, и коленвал не разгонялся, а останавливался. То есть блок управления делает такие умозаключения. И поскольку зуб загнут, ему кажется, что коленвал останавливается, значит, цилиндр работает плохо. Включаем лампочку Check Engine, выключаем две одновременно форсунки во втором и в третьем, например, цилиндре. И записываем ошибку. Почему две? Почему два цилиндра? Дело в том, что двигатель внутреннего сгорания – это четырехтактный. То есть у нас четыре такта – впуск, сжатие, рабочий ход и выхлоп. Это у нас два оборота коленвала. И получается, что у нас один цилиндр работает, например, первый цилиндр – это у нас сжатие на первом обороте, а на следующем обороте у нас работает четвертый цилиндр. Аналогично второй цилиндр, когда коленвал сюда крутится, и третий на следующем обороте. То есть на одном и том же участке зубчистого венца работают всегда два цилиндра. То есть первый и четвертый в паре работают на этой части зубчистого венца, на второй части зубчистого венца работают второй и третий цилиндр. И если у нас проблема с венцом коленвала, из-за которого у нас фиксируются пропуски воспламенения, тогда у нас фиктивные пропуски воспламенения будут фиксироваться одновременно в двух цилиндрах. То есть при определенных оборотах у нас одновременно записываются два кода неисправности, там 302 и 303, выключают две форсунки, и мотор начинает третий. Это с датчиком фаз. Это именно с датчиком фаз. Просто мы рассчитываем скорость по датчику коленвала. То есть у нас здесь загнутый зуб, он раз зафиксировал, и на следующем обороте он этот же зуб видит в момент работы четвертого цилиндра. То есть и фиксирует пропуски в двух цилиндрах. То есть это не частая проблема. Не частая проблема. Ну скажем, за тот срок, который я диагностирую автомобили, а мы действительно их достаточно много диагностируем, ну так, чтобы понимать, то есть в среднем порядка где-то 30 автомобилей в день приходят к нам на диагноз. Ну десяток раз я уже видел, когда проблемы с зубчастливым венцом вызывают эффективные пропуски. И это не всегда у нас загнутый зуб. Это может быть стружка на датчике коленвала, это может быть у нас плохой контакт в разъеме, то есть вода бывает, что попадает, меняется емкость и индуктивность. Значит, почему вообще зуб может быть завтра-завтра? Элементарно, если у нас венец на улице, то есть камешек может вылететь из-под колес, и замыть зуб. Но чаще всего во время ремонта мотора. То есть фиксируют коленвал от проворачивания, когда нужно открутить центральную гайку, гнуть зуб, потом после ремонта заводят, двигатель троит, не едет, начинают искать проблемы. То есть делаем 3CSS и смотрим, насколько гладкий вот этот график. Значит, тут тоже нет абсолютно точного рецепта, сколько процентов допускается, сколько не допускается. То есть ориентир я указал. То есть вот эти вот две розовые линии, они показывают, что желательно, чтобы в рамках этих линий у нас была вписана позиция каждого зуба. То есть в данном случае мы видим, что у нас вот есть пропущенный зуб, и два соседних зуба тоже уже имеют отклонение в 2%. Ну, скажем так, более-менее допустимо. То есть у разных производителей разная точность. Вот это вот типичная итальянская машина. То есть, ну, где-то там на пределе работает, ну и слава богу, работает. Берем какую-то там Гауди, BMW, Toyota. Там все очень точно просчитано. Даже возле пропуска зуба. То есть очень хорошо настроено, практически все идеально по кругу. То есть если мы видим, что все зубчики идеально круглые один замок, то мы идем, прокручиваем зубчатый венец, считаем какой зуб, смотрим, что с тем зубом там случилось. То есть, помнутые зуб я, ну, скажем так, раз в 2-3 месяца я наблюдаю у себя на сервисе. Иногда удается их выровнять. То есть там это у нас... Если это зубчатый венец между вторым и третьим внутри... Вот спрашиваю, что делать, если зубчатый венец между вторым и третьим? Снимаем бакдон и пробуем его подрегулировать. А иначе какой вариант? Да, я понимаю, что мы уже не добьемся идеального состояния. Но у меня было и на Шкоде мы делали, и на Ниссан Максима тоже замутый зуб. На Удях не раз. То есть нахожу тот зуб, пробую его подтянуть, подправить, как подрихтовать максимально, добиться максимально точной его позиции. То есть опять завожу, если недостаточно, еще подправляю. Особенно самодельные вот эти зубчатые бензины. То есть, как правило, машина вот делает самодельный, заводят, машина не работает вообще. Ошибка по датчику синхронизации, да? У меня был случай на Opel, да, как вы говорили, сделали ремонт. Мотор работает неустойчиво. Приехали, ну, человек светил, не нравился, ну, датчик коленвала. Я дословно не помню ошибку. Ну, коленвала, датчик коленвала, он примитивный, там. Сразу свой образ помкнул, посмотрел, в рамку все посмотрел точно. Он переводит, и нарватывает. Скорее всего, что фиксировали монтировкой, там. Ну, закончилось тем, что просто поменялся. Ну, хорошо, если он доступный. А он стоял снаружи, то есть. А если он стоит на коленвале, то нам нужно полностью снять мотор, разобрать, выбрать коленвал. То есть, достать коленвал. Достать коленвал, да. В некоторых случаях мы его вручную пробуем подрихтовать. Не говорю, что оно всегда у всех получится, но, тем не менее, это вариант. По крайней мере, инструмент у нас есть, который показывает. То есть, в данном случае, если мы видим, что все зубья с такой точностью, ну, значит, это нормально для всех. Если все идеально, и один зубчик, где-то выгодный, ну, надо пойти на него посмотреть. Выбрать датчик, или подвести его, посмотреть визуально, что у нас там за проблема. Потому что, особенно, если у нас есть подозрение, что с зубчастливым лицом проблема. И вот тут хорошо, вот, коллега говорит, у него была ошибка по синхронизации. Но я еще раз обращаю ваше внимание. Далеко не каждый блок управления, когда у нас есть проблема с зубчастливым лицом, записывает нам ошибку по сигналу датчику коленвала. Ну, если математика и блока предусмотрена, да, да, то... И человек хотел уже датчик коленвала покупать довольно-таки недешевый, да. Я решил убедиться. А проблема была... Ну, там, спасибо. О, напряжение зажигания начинает, да. Я бы, наверное... Ага, это у нас вот здесь... А, здесь вот еще следующий график. Это у нас амплитуда. То есть, общее правило такое. Если амплитуды хватает, чтобы дотронуться до датчика коленвала, то есть, мы считаем, что там нормальная. Просто у меня была не одна машина, которая очень плохо заводилась или плохо работала из-за того, что сигнал датчика коленвала, он был. Но у него очень маленькая амплитуда. А как оценить, какая она должна быть? Просто в режиме станционной прокрутки она и так маленькая. Когда она завелась, она становится больше у индуктивного датчика. По мере увеличения оборотов, то есть, размах у него увеличивается. И сделать оценку, при каких оборотах какая она должна быть, достаточно сложно. Поэтому я ввел здесь возможность автоматически рассчитывать зависимость вот эту, и мы выводим ее в графическом виде. то есть, вот эта вот рыба, вот здесь аналогично, у нас есть смещение нашего, вот этого зеленого графика. То есть, амплитуда в этой части у нас больше, чем амплитуда в этой части. То есть, получается, когда венец, он получается не отцентрированный, он сдвинут в сторону, и по мере вращения, он то приближается к датчику, то удаляется. Значит, здесь я постарался так разместить вот этот график, что если вы захотите его поправить на месте, то есть, вот, к примеру, если это ВАЗовский зубчатый венец, вот у нас стоит датчик коленвала, вращение происходит по часовой стрелке. Мы его ставим в верхнюю мертвую точку, и нам достаточно попробовать чуть-чуть попустить вот этот пол, и с этой стороны немножко его сдвинуть в сторону, таким образом, да, да, легенькими поступками, кувалдой, кувалдой, да. То есть, попробовать его отцентрировать, и еще раз зафиксировать. То есть, позиция вот этого зеленого графика сделана так, чтобы когда в МТ находится двигатель наш, его позиция соответствовала реальной ситуации на нашем пленке. Просто если датчик коленвала сверху, ну, значит, тогда провернуть надо этот рисунок, и вы будете понимать, в какую сторону у нас есть биение, куда надо его сместить для того, чтобы поставить его по центру. Так. Делаем кофе-брейк, и идем за следующий.